МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пленарная дискуссия, национальные проекты, взгляд из регионов объявляется открытый. На сцену приглашается модератор пленарной дискуссии Косой Владимир Вульфович, президент Центра экономики и инфраструктуры. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. У нас начинается пленарная дискуссия в рамках 13-го форума, посвященного развитию транспорта в Западной Сибири прежде всего. И мне очень приятно, я, по-моему, уже четвертый или пятый раз принимаю участие в форуме. Спасибо руководителям региона, спасибо вам за то, что в Сибири проходит это мероприятие, потому что с нашей точки зрения, я говорю об экспертах московских, экспертов, которые работают с федеральными органами власти, сейчас у Сибири открывается еще один дополнительный, скажем так, поток проектов, который связан с тем, что у нас в феврале месяце этого года был подписан закон о стратегическом, о планировании пространственным, подписал Дмитрий Анатольевич Медведев. И, соответственно, в рамках того закона, который подписан о стратегическом планировании пространственного развития Российской Федерации, у нас резко меняются приоритеты, потому что, может быть, закон там несовершенен и прочее. Самое главное, что в этом законе обозначено, это то, что является у нас точками роста, потому что во многом на протяжении многих лет среди градостроителей, специалистов по пространственному развитию, транспортников шла дискуссия, а что мы делаем, куда мы движемся. Мы занимаемся поддержкой малых городов, мы занимаемся поддержкой депрессивных территорий, мы развиваем регионы добывающие, добывающие прежде всего. Нет, сейчас приоритеты расставлены по-другому. Приоритеты именно в этой стратегии расставлены таким образом, что нашими основными точками роста становятся крупнейшие города, крупнейшие агломерации, потому что именно там сосредоточена экономика, связанная с постиндустриальным обществом. Там выше производительность труда, там другая структура экономики, нежели, допустим, в добывающих регионах. И Новосибирск в этом плане является одним из лидеров, а с учетом того, что в стране стоит проблема расселения в целом, именно Новосибирск и вся, я не знаю, мне не нравится самому это слово, извините, если кому-то резанет слух, конурбация, южно-сибирская конурбация, она будет играть очень серьезную роль в ближайшие годы, потому что помимо, собственно говоря, Новосибирской области, на земле которой мы находимся, у нас рядом сосредоточены такие регионы, как Кузбасс, такие регионы, как Томская область и так далее. И это один из основных центров роста, который сейчас закладывается в пространственное развитие Российской Федерации. Именно поэтому вопросы транспорта будут основными здесь. В связи с этим мы открываем нашу дискуссию, и я объявлю участников нашей дискуссии, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Миняйло, прошу. Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников. Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики Министерства транспорта Российской Федерации Григорий Андреевич Волков. Прошу. Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Валерьевич Грицай. Начальник Научного центра безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Митрошин Дмитрий Викторович. Прошу. Начальник Департамента экономики и развития транспорта аналитического центра при правительстве Российской Федерации Татьяна Викторовна Горовая. И председатель Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Яковлевич Блинкин. Значит, по тому, как у нас устроена дискуссия. У нас есть еще несколько человек в первом ряду, которых я бы тоже постарался привлечь к дискуссии, поэтому у нас будет очень плотный график. У меня просьба всех выступающих стараться остаться в пределах 5-7 минут. И прежде всего, я хотел… Дискуссию мы будем вести с места, но пока я бы предоставил слово Сергею Ивановичу Миняйло для приветствия и для того, чтобы он задал, скажем так, темп и направление нашей дискуссии. Я вас прошу тогда, если можно, к трибуне. Спасибо за предоставленные слова, уважаемый Андрей Александрович, уважаемые наши гости и коллеги. Ну, я не буду… Скажем так, регламент модератор установил, чтобы не выходить за него, хотя с точки зрения темы, которые мы обсуждаем, можно говорить очень долго и много, поэтому остановлюсь на некоторых моментах. Ну, первое, мы с вами прекрасно понимаем и знаем, что задачи президентам поставлены и в майском указе, и в майских указах, и в послании уточнены. Мы с вами прекрасно понимаем, что они касаются всех сфер жизни нашей, в том числе и экономики. Я уже говорил в приветственном слове, что задача стать пятой экономикой мира, это очень амбициозная задача. Иногда в куварах обсуждают, пятая экономика это как, то есть подвести критерии под пятую экономику, да, или выйти на уровень пятой экономики мира. Второй момент мы обсуждали с точки зрения строительства, да, вот сколько тысяч или миллионов квадратных метров мы должны строить. И тоже понять критерии, да, мы строим это новое жилье, развиваем строительную отрасль или с точки зрения ипотеки покупаем вторичное жилье, к примеру. Поэтому сегодня для того, чтобы эти задачи решить, вопрос транспортной инфраструктуры не только сибирских регионов, но и, наверное, всей России, это одна из основных составляющих для того, чтобы мы могли сделать скачок развития экономики. Особенно у нас в Сибири. Вот смотрите, географическое положение Сибирского федерального округа, сибирских регионов, оно находится, ну, в центре России мы находимся. В принципе, с одной стороны, у нас очень большой потенциал во всех отраслях экономики в сибирских регионах, с другой стороны, это наш потенциал, наших регионов, его надо раскрывать. С другой стороны, мы как перевалочная база, в том числе с востока на запад, с запада на восток, но мы еще не учитываем одну составляющую, не учитываем, но они не так развиты, да, это север-юг. И вот с точки зрения транспортной инфраструктуры я бы остановился на нескольких составляющих. Первое, а уже модератор об этом говорил и в вступительном слове говорили, это дорожная инфраструктура, да, и в том числе и программа безопасные качественные дороги и так далее. На мой взгляд, это не только сама техническая сторона вопроса строительства или приведения строительства новых дорог, обездных там, федеральных трасс, вот, доведения тех, той дорожной инфраструктуры, которая есть, донормативной и так далее. Это еще и организационные вещи, да, которые, в принципе, с одной стороны, не так финансово емкие. Мы можем построить скоростную автотрассу, да, но не обеспечить безопасность дорожного движения на этой трассе. Поэтому с развитием автодорожной сети надо заниматься в том числе параллельно сразу и организацией того же дорожного движения. Вот это одна составляющая, которая сегодня является сдерживающим фактором для развития сибирских регионов. Второе, основная наша с вами артерия – это железнодорожный транспорт. В принципе, самая по напряженности, по грузообороту самая большая. И тут тоже есть направление для дальнейшего развития. Надо расшивать транспорт. Об этом уже говорили неоднократно. Сегодня к реализации этого проекта приступили. Надо строить железную дорогу «Элегист» из рук Курагина, который в 2014 году или когда-то проект был. И сегодня он в стадии, скажем так, начала реализации. Проблем тоже очень много. Надо смотреть организацию дорожного движения. Мы с вами прекрасно понимаем, это уже есть. Это уже факт, что одна электричка, один пассажирский поезд – это минус 3-4 грузовых поезда. Это не говорит о том, что не нужны электрички. Это не говорит о том, что надо сокращать расписание пассажирских поездов. Это говорит о том, что надо а, где-то или расшивать саму транспортную структуру, имеется в виду железную структуру, а второй момент опять организации дорожного движения. У нас с каждым годом идет накопление грузов. Это мы повышаем добычу угля во всех регионах. У нас прирост в продукции сельского хозяйства и так далее. Вот сегодня на форуме ТАЖД показало, что мы уже пришли к тому, что в принципе вывоз зерна у нас идет комплексный. Контейнеры, полувагоны, зерновые вагоны и так далее. Но мы с вами еще должны с точки зрения организации перевозок понять одно. Есть зерно, которое надо вывозить, есть уголь, которое надо вывозить, есть продукция глубокой переработки, которую надо вывозить, а инфраструктура одна. И количество подвижного состава тоже ограничено. И в принципе коэффициент использования подвижного состава сегодня, железнодорожники могут сказать, он практически максимальный. И к сожалению, он не бесконечное понятие. Это вторая составляющая развития транспортной инфраструктуры для того, чтобы мы могли двинуть экономику. Да не только экономику, но и социальную жизнь людей тоже. Третье, это водные пути. Вот знаете, когда мы подводим итоги и говорим, что мы сегодня по внутренним судоходным путям перевезли полтора миллиона грузов. С точки зрения возможностей внутренних судоходных путей, уважаемые коллеги, это ничего. Это ничего, это северный завоз, всего лишь навсего, который мы успеваем провести до зимника. И тут использование внутренних судоходных путей, а они у нас как раз могут соединить без, ну не скажу, что без вложений, да, там тоже финансово емкие вложения должны быть, но они могут соединить север и юг, у нас выход, а, в Хатанский залив, у нас выход к северному морскому пути. И в принципе доставка грузов морским транспортом, если она организована, она дешевле, чем железнодорожным и сухопутным, и тем самым автомобильным. Это подтверждают, это не расчеты, это подтверждает жизнь. У нас на Таймыре добывают уголь и везут северным морским путем. И в других регионах у нас добывают уголь. Смотрите, цена себестоимости добычи угля на севере в вечной межзлоте дороже. А в итоге цена с доставкой на экспорт выходит такая же, а может и ниже, чем с других наших регионов. Ну и третья составляющая транспортной инфраструктуры – это воздушная при наших просторах. Поэтому вот только в комплексе мы сможем выполнить те задачи, которые поставил президент Российской Федерации и раскрыть это. В принципе, в большей степени нам надо заниматься по некоторым направлениям транспортной инфраструктуры, ее развитием. Ну, мы говорим о том, что сегодня Новосибирск – это Толмачево, это хаб авиационный. И грузопоток, и пассажиропоток увеличивается. Сегодня претендует Красноярск на такой же хаб. Если у нас железнодорожная инфраструктура тоже более-менее развита и совершенствуется, то внутренние судоходные пути, морской транспорт, типа река, море и так далее, к сожалению, нет. Хотя президентом Российской Федерации такая задача поставлена, когда он проводил совещание в Астрахани. И мы с Минтрансом эти вопросы тоже оговариваем. Я задаю тон, как сказал модератор, по этим направлениям. Но хочу акцентировать внимание на одном. Только комплексный подход, уважаемые коллеги, комплексный подход. С учетом грузопотоков, пассажиропотоков, их распределением даст возможность сбалансированно, без каких-либо проблем, а у нас проблемы с вывозом каждый год возникают, без каких-либо проблем решить те задачи, которые перед нами стоят. И вот я хотел бы, чтобы на площадках форума мы, вы, мы совместно обсуждали именно эти вопросы. Именно эти вопросы. Соответствующими, конечно, конкретными предложениями. Кроме этого, мы говорим о том, что, это мы сейчас говорим о транспортной инфраструктуре, но не реализуя, не совершенствуя транспортную инфраструктуру, уважаемые коллеги, мы с вами не выполним и мероприятия национальных проектов. Кроме этого, не реализуя эти направления, мы с вами не сможем выполнить свои обязательства, которые даны нашим жителям. Вот смотрите, когда-то в Советском Союзе северные или города, населенные пункты, которые были за отдаленные, которые были обязательства перед нашими гражданами. Отселение. Те, которые находятся за полярным кругом. Вот хорошо, конечно, что сегодня в Красноярском крае, там Норильске, Норникель совместно с регионом эту программу выполняет. Сегодня было совещание, не вчера, заслушивали, президент заслушивал министра просвещения по проекту образования, в том числе там затагивались вопросы и оздоровления. Детей отправить на летний отдых с наших отдаленных населенных пунктов и населенных пунктов Крайнего Севера. Мы говорим, а сегодня только уже не развитие авиационной инфраструктуры, к примеру, или воздушного транспорта, мы говорим о субсидировании, мы говорим о льготах, мы говорим о том, что это обязательства, которые мы должны выполнить. Не развивая портовую структуру, аэропортовую, железнодорожную, автомобильную, мы эти обязательства не выполним. А если и выполним, то цена выполнения этих обязательств будет очень высокая. Поэтому, на мой взгляд, одна из основных составляющих, которая даст возможность реализовать все национальные проекты, которые сегодня утверждены, и в том числе, кроме них, дать возможность регионам раскрыть себя. Этот в совокупе комплекс инфраструктурных проектов, строительства транспортных переходов, развития тех направлений, о которых я уже говорил, естественно, совершенствованного самого вида транспорта. Вот такой тон я с вашего разрешения задам всем желающим. Если есть вопросы, я готов буду на них ответить. Спасибо за внимание. Ещё раз приветствую всех участников форума. Спасибо большое, Сергей Иванович. Вы знаете, у меня сегодня практически неразрешимая задача. Я нахожусь в лёгкой панике от того объёма, который нам надо обсудить. Единственное, что утешает, это то, что форум на самом деле не на один день, и в рамках секций будет возможность рассмотреть целый ряд вопросов, потому что круг вопросов, которые мы обсуждаем, это и БКД, это и магистральный план развития инфраструктуры, он включает в себя совершенно бесконечный набор проектов. Это и терминальные вещи, такие как, допустим, развитие станции Клещиха, это то, что связано не с грузоперевозками, связанными с добычей, а с обеспечением крупных городов завозимыми товарами и грузами, это и то, о чём говорил Сергей Иванович, развитие авиационной отрасли, причём не только хаба на базе Новосибирского аэропорта, но и развитие региональной авиации. Это и целый ряд других проектов. Поэтому следующее слово я передаю Андрею Александровичу Травникову, губернатору Новосибирской области. Андрей Александрович, как в Новосибирске смотрится, что является приоритетом именно для области? Это городской транспорт общественный, это развитие дорожной сети. Что у вас в приоритете? Владимир Ворфович, наверное, в отрасли, которая вызывает наибольший интерес, беспокойство и замечания у жителей любого региона нашей страны, выделить какие-то явные приоритеты было бы неправильно, да мне кажется, и невозможно. Конечно же, есть проекты, которые находятся на особым контроле руководства региона. Во-первых, это федеральные проекты, безопасные качественные автомобильные дороги, безусловно. Это проекты, связанные с подготовкой к крупным международным событиям, чемпионатам мира по хоккею и волейболу. Это проекты стратегические, в частности, 4-й мост, восточный обход, юго-западный транзит, развитие хаба Толмачева. Но на самом деле, думая опять же над этим уже полуторагодичным спором, а что же такое конурбация, я задумался, что на самом деле очень много проектов находятся в постоянном внимании руководства региона, и мы стараемся оперативно реагировать на запросы, которые поступают как от жителей Новосибирской области, так и от наших соседей. Так вот, возвращаясь к этому самому термину, который вызвал полтора года назад какое-то особое беспокойство, я считаю, что беспокойство это было связано с тем, что у кого-то показалось, что конурбация создается административно, искусственно. Мы спланировали в долгосрочных своих амбициозных планах создать объединение городов здесь, в Западной Сибири. Но для того, чтобы успокоить тот самый чувствительный слух некоторых оппонентов, как вы сказали, Владимир Владимирович, я могу привести пример другой конурбации, которая фактически сложилась. Может быть, это неожиданный пример, но я могу говорить, что сегодня между Москвой и Санкт-Петербургом сложилась полноценная агломерация, соответствующая всеми признакам этого термина. А если сюда добавить близ прилегающие города Ярославль, Тверь, Великий Новгород, Выборг, это фактически конурбация. И никто не занимался системно ее созданием. Она так сложилась. Сегодня устойчивые культурные связи, транспортные связи между названными городами и столицами. Сегодня нет ни одного успешного бизнеса, который бы не вел дела одновременно в Санкт-Петербурге или в Москве. Опять же, возвращаясь к нашей территории, все те же самые признаки есть и у нас. Сегодня многие жители близлежащих городов Барнаула, Томска, Кемерово приезжают в Новосибирск посетить театры, крупные спортивные события или просто отдохнуть в крупнейшем на континенте аквапарке. И наоборот, жители Новосибирска зачастую выезжают в выходные отметить свой день рождения в Алтай, в Белокуриху или в Горный Алтай. Мы знаем, насколько популярно у новосибирцев направление Шерегеша в зимний особенно период. Сегодня бизнесмены из Барнаула, Кемерово, Омска имеют активы в Новосибирске и наоборот. То есть фактически сложилась та самая конурбация без какого-то участия властей. И самое главное, сегодня от населения есть запрос на ее развитие, на более комфортное перемещение между центрами этого неформального объединения, образования. И на самом деле нам, можно сказать, в постоянном режиме приходится реагировать на эти запросы. Я приведу некоторые проекты, которые уже реализованы или реализуются в настоящее время. Ну, например, мы совместными усилиями в свое время восстановили авиационное сообщение между Томском, Новосибирском и Горно-Алтайском, что также было оценено пассажирами. В этом году мы вместе с руководством Кузбасса восстановили авиационное сообщение между Новосибирском и Новокузнецком. Мы вместе с РЖД думаем, как сделать доставку отдыхающих спортсменов до Шерегеша более сквозную и более комфортную. Мы вместе с РЖД занимаемся обновлением подвижного состава, пригородного сообщения и продлением вот этого скоростного вида транспорта до Барнаула, Новокузнецка, задумываемся о Томске. То есть на самом деле, конечно же, мы занимаемся стратегическим развитием транспортного потенциала Новосибирской области, по-другому нельзя. У нас такое географическое положение, что мы используем это преимущество. Но одновременно есть, как вы сказали, приоритетные проекты, которые диктуют нам время, диктуют естественное развитие нашей и соседних территорий, ну и диктуют наши жители, жители как Новосибирской области, так и жители наших соседей. Спасибо огромное. Дальше хотелось бы перейти пока к вопросам БКД, потому что это всё-таки наиболее такой оформленный проект, который очень активно продвигается Министерством транспорта Российской Федерации. И у меня просьба Григория Андреевича Волкова рассказать, как Министерство видит развитие БКД на территории Западно-Сибирского, на территории Западной Сибири. Спасибо, Владимир Вольфович. Добрый день ещё раз, уважаемые коллеги. Действительно, проект начался у нас не сегодня, не год назад, а ещё в 2016 году в Министерстве, понимая, что простые решения уже закончились, да, у нас было заметное снижение погибших в результате дорожных транспортных происшествий, улучшалась федеральная дорожная сеть, но при этом, с чего мы начали, вбиваем в Яндексе российские дороги, ну, как бы, все представляют, что мы там видим, да, и, как бы, отношение к этому тоже. То есть наша задача, в первую очередь, это, конечно, создать комфортные условия для населения. Поэтому и был тогда пилотный, приоритетный проект безопасной и качественной дороги, который был реализован в 38 агломерациях, и он зарекомендовал себя очень положительно. Поэтому, когда стала речь о том, что мы уже готовимся к национальному проекту, мы максимально пытались расширить географию субъектов. Президентам была поставлена задача довести долю автомобильных дорог регионального значения в нормативное состояние до 50%, и в крупнейших агломерациях автомобильные дороги привести в нормативное состояние до 85% от их общей протяженности относительно 2017 года. Помимо этого, также стоит задача в два раза снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и в три с половиной раза сократить количество погибших на автомобильных дорогах, тем самым довести показатели погибших на 100 тысяч жителей до 4 человек. Задача крайне амбициозная, и, как бы, отвечая на вопрос, что министерство ждет от субъектов, это, в первую очередь, совместной слаженной работы. Сам проект разбит на четыре части. Базовым, конечно, является федеральный проект «Дорожная сеть», который как раз и предусматривает основные работы по приведению норматив дорожных покрытий. При этом существуют еще три проекта. Это общесистемные меры развития дорожного хозяйства, безопасность дорожного движения и дороги Министерства обороны. Хоть и звучит дороги Министерства обороны немного странно в нашем случае, но это те дороги, которые исторически также пользуются все наши граждане, но при этом они находятся на балансе, и чтобы не забыть никого, вот такой проект у нас появился отдельно. Самым же довольно интересным является проект общесистемной меры. Это как раз тот проект, который нам позволяет объединить всех в одну группу, в группу единомышленников, позволяет обмениваться данными. Мы создаем в рамках этого проекта реестр наилучших технологий, который позволит как раз исполнить задачу по доведению межремонтных сроков до 12 лет, потому что за 6 лет те дороги, которые мы можем начинать в этом году, могут прийти в непригодное состояние, и по факту мы результата не получим. Помимо того, что будет использоваться новая технология, крайне важной задачей является сохранить то, что мы сделаем в первую очередь от перегруза. У нас большая проблема – это перегруз, разрушение дорог в связи с сверхнормативными нагрузками, и перед субъектами также поставлена задача по контролю. Свыше 366 рамок появится на региональной дорожной сети, почти 400 рамок будет на федеральной сети, все эти рубежи весогабаритного контроля будут между собой увязаны, поэтому мы надеемся, что вопрос перегруза канит в лета. Дальше создается единая платформа системы контроля дорожных фондов. Хоть она звучит несколько финансово, в то же время мы планируем сделать единую карту автомобильных дорог. То есть все абсолютно дороги, которые есть в субъектах, будут нанесены, абсолютно любой гражданин сможет узнать, когда эта дорога ремонтировалась, кто ее ремонтировал, какие у нее гарантийные сроки, оставить жалобу, причем жалобу не обязательно заходить на этот сайт. Мы отдельно работаем со всеми нашими операторами, какими как Яндекс, Мейл, то есть если даже жалуются через их, скажем, порталы, мы точно также получаем обратную связь и в течение короткого времени находим владельца автомобильной дороги, просим его отреагировать на эту жалобу, дать обратную связь. Отдельно сделано общественные приемы в социальных сетях, то есть сообщество ВКонтакте в каждом субъекте имеет свою группу, где люди обмениваются, голосуют за какие-то конкретные участки автомобильных дорог. В самом Сибирском округе у нас за время реализации проекта должно быть отремонтировано 6500 километров региональных автомобильных дорог и 3500 автомобильных дорог в агломерациях. Уже в этом году 900 объектов должно быть приведено в нормативное состояние. Сибирский округ активно включился в работу, показатели, которые утверждены региональными и федеральными паспортами в целом соблюдаются. В этой связи, конечно, большое спасибо коллегам за активное участие. Отдельный у нас, конечно, проект, и то, по сути, первоочередное наше мероприятие, это все-таки сохранение жизни наших граждан. Поэтому в паспорт национального проекта был включен федеральный проект безопасных дорожных движений, за которое отвечает уже МВД России. В этой связи Дмитрий Викторович, наверное, нам подробнее расскажет о мероприятиях, которые запланированы, которые будут реализованы, и как мы будем достигать вот этих непростых решений в сегодняшний день. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, вы затронули в конце тему безопасных дорог именно с точки зрения организации мероприятий, связанных на снижение смертности на дорогах. У нас же сейчас появились совершенно такие амбициозные вещи. Раньше никогда ни в каких документах ни в европейских странах, ни в России не звучали такие амбиции, как, допустим, нулевая смертность на дорогах. Здесь мы понимаем, что у нас есть с одной стороны вопросы, связанные с дорогами, с другой стороны у нас есть вопросы, допустим, развития того же городского общественного транспорта, потому что у нас смертность, допустим, на общественном транспорте многократно ниже, чем в личном автомобильном транспорте. Точно так же, как в рельсовом транспорте смертность намного ниже, чем у других видов общественного транспорта. Эти все вещи сейчас дискутируются, обсуждаются, и здесь, конечно, одно из приоритетных мест отводится Министерству, как Вы сказали, Министерству внутренних дел, и, соответственно, я передаю слово Дмитрию Викторовичу Митрошину. Прошу Вас. Спасибо, Владимир Вольфович. В двух словах буквально описать, как работает система, это всегда очень непросто, но, тем не менее, я постараюсь, так сказать, особо не занимая время, с этой задачей справиться. Итак, традиционно начинаем с того, что было сделано. Вернее, не так даже. Начнем мы с того, почему здесь перед вами я. Отчасти это прозвучало, но чтобы, так сказать, все точки на дыр оставить. Министерство внутренних дел Российской Федерации в соответствии с указом президента Российской Федерации наделено полномочиями по выработке государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. Внутри Министерства эту деятельность, основную часть ее осуществляет Госавтоинспекция. Главным образом, это Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения и, собственно, научный центр, который я сегодня представляю, входит в систему Госавтоинспекции и на сегодняшний момент осуществляет, ну, правильнее даже не столько научное, сколько аналитическое обеспечение вот этой деятельности. Хотя, ну, отчасти и научное. Перед вами, вот, это абсолютные показатели аварийности в Российской Федерации. Ну, вот, если обратить внимание, да, с 2003 по 2018 год практически в два раза в результате целенаправленная системная работа, смертность на российских дорогах удалось снизить. Ну, мы обычно оперируем относительные показатели, да, ну, в частности, один из главных — это социальный риск количества погибших на 100 тысяч населения. Ну, как вы видите, тут тенденция такая же. В два раза сократилась смертность. Я хотел бы подчеркнуть, что вот эта работа была проделана фактически в условиях двукратного роста парка транспортных средств. То есть, приходилось еще и такого рода проблемы решать. Чтобы было понятно, значит, в результате чего были достигнуты вот эти результаты, понятно, что работа была проделана огромная, но вот перед вами четыре, так скажем, основных столпа, на которых деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения строилась. Значит, первые два, которые, собственно, подтвердили правильность выбранного программно-целевого подхода, это две федеральные целевые программы с 2006 года, и вот, по сути, до 2020 года эта деятельность осуществляется на программно-целевой основе. Значит, сразу должен сказать, показатели федеральной целевой программы 2013-20 года, они уже сейчас перевыполнены, но, так сказать, на смену пришли два важнейших для нас документа. Один из них — это документ стратегического планирования, я имею в виду, стратегию безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период 2018-2024 годы. И второй документ — это указ, ну, майский указ президента, 204-й указ президента, который среди, так скажем, стратегических направлений деятельности государства определил, ну, во-первых, выделил, значит, сокращение, поставил цель сокращения смертности на российских дорогах, и инструментом этого служит как раз национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Григорий Андреевич, в принципе, о его структуре уже рассказал, значит, в него входит один из четырех федеральных проектов, которые входят в него, это федеральный проект безопасности дорожного движения, значит, он, ну, это многостраничный паспорт проекта, многостраничный документ, я бы основной упор все-таки сделал на том, что он предусматривает такое комплексное системное перевооружение надзорной деятельности, ну, и в первую очередь, конечно, госавтоинспекции, хотя не только. Плюс к этому, конечно, там, перечень мероприятий идет, связанный с пропагандой безопасности дорожного движения, с медицинским обеспечением безопасности движения, там, образовательной деятельности и так далее. Увы, там, в двух словах не опишешь. Сейчас, как говорится, о самых крупных вещах. Значит, теперь то, что касается целей и стратегии, и нацпроекта. Они друг друга повторяют, причем, если в стратегии это ориентировочные цели, то в нацпроекте президент в майском, в 204-м указе президента, это уже, так сказать, жестко закрепленные цели, которые, значит, предлагают снизить смертность на российских дорогах к 24-му году в 3,5 раза до уровня не выше 4 погибших, социальный риск до уровня не выше 4 погибших на 100 тысяч населения. Ну, вы помните, да, в начале у нас на сегодняшний момент по данному 2018 года социальный риск 12,4. То есть, несмотря на такой достаточно явный прогресс в области безопасности движения, напомню, там, за 15 лет в два раза фактически смертность была сокращена на российских дорогах, мы по-прежнему в 3, там, в 2,5, в 3, иногда в 4 раза отстаем от ведущих государств мира, в общем, главным образом Европы, потому что наилучший показатель социального риска как раз там. Вот в качестве ориентира как раз был выбран средний европейский показатель, вот этот социальный риск 4. Ну, я вам честно скажу, тут такая понимающие люди, я надеюсь, собрались. Задача, ну, мы ее называем амбициозной, прямо вам скажу, она очень трудновыполнимая. Но выполнимая, то есть проблема в том, что вот европейские страны к тому, чтобы прийти к уровню социального риска 4, ну, шли там 20-30, кто-то 40 лет. То есть тогда, когда уровень автомобилизации у них достиг нашего сегодняшнего уровня, там, в общем, поняли весь масштаб бедствия и начали примерно с тех же показателей, то есть тоже социальный риск там был под 30. Значит, когда осознали масштаб проблемы, они, в общем-то, взялись за голову и, так сказать, в результате целенаправленной работы, причем, ну, во многом мы, собственно, уже и сейчас повторяем этот путь, там есть координирующий орган, там это правительственная комиссия, межведомственные координирующие органы, правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, есть ведомство, как я уже сказал, которое отвечает за это направление, это Министерство внутренних дел. То есть целый-целый пласт, на самом деле, работы, он был выполнен. Но времени у нас на решение этих задач, конечно, гораздо меньше. Поэтому я вот в вступительной речи, в приветственной речи сегодня говорил о том, что на самом деле все очень сильно будет зависеть, во-первых, от регионов и, во-вторых, от межведомственного и меж, так скажем, уровневого взаимодействия, потому что такие задачи решаются только вместе. Перед вами шесть основных направлений стратегии обеспечения безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы. Я, в общем, сейчас, чтобы сэкономить время, не буду их даже зачитывать. Самое главное, что из этого надо вынести, это системный подход к планированию этой работы. То есть практически все элементы, которые вовлечены, это, я уже говорил, это и транспортная инфраструктура, это и надзорная деятельность, это и подготовка водителей, это и подготовка участников дорожного движения, то есть детишек с самого юного возраста надо выстраивать систему. Многие элементы ее есть, но ее надо продолжать. Это, конечно, пропаганда безопасности движения, это оказание помощи до больничной и медицинской помощи пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия. Во всем этом скрыт, на самом деле, огромный потенциал. Еще раз говорю, мы тут не открываем Америку. В общем, страны шли по тому же пути. Нам просто надо внимательно посмотреть на этот опыт и постараться его, так сказать, перенять для того, чтобы достичь поставленных целей. Вот очень кратко постарался, так сказать, очертить рамки того, что такое система безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И от вопросов транспорта мы так перескакиваем на вопросы железнодорожного транспорта. А здесь тоже у нас достаточно такая неразрешимая задача, потому что если мы смотрим на майские указы президента, у нас там зашиты вопросы о необходимости увеличения в четыре раза контейнерного транзита. Это предполагает, в частности, создание крупного транспортно-логистического центра, увеличение пропуска по транссибу поездов по расписанию грузовых поездов, контейнерных поездов. Помимо этого, у нас то, что я обозначал, это вопросы, связанные с развитием агломерации. Это необходимость развития скоростного пассажирского движения. И вот, как сказал Сергей Иванович, это все очень плохо стыкуется с тем, что западно-сибирская железная дорога является еще и крупнейшей погрузочной дорогой с точки зрения добычи. Я слово передаю Александру Валерьевичу Грицаю, и я так понимаю, у него садокладчик Сергей Николаевич Шарапов, замдиректора Института экономики развития транспорта. Прошу, расскажите, как вы собираетесь бороться с той проблемой, которая у вас сейчас вот именно из майских указов и вытекает. Добрый день, уважаемые участники бинарной дискуссии. Я бы хотел сказать, прежде всего, то, что западно-сибирская железная дорога, как филиал компании, осуществляющий погрузку почти четверти всего объема отправления груза по железным дорогам, то, что было уже сказано. И, конечно, мы понимаем, что одно из направлений деятельности как дороги, так и в целом компании – это развитие инфраструктуры или, прежде всего, пропускных способностей. Прошлый год для нас стал рекордным, и мы превзошли объем погрузки уровня 1988 года. Это максимум советского периода, погрузив 314 миллионов тонн. Я скажу, что в этом году мы планируем погрузить еще больше, в районе 320 миллионов тонн. Соответственно, для этого мы выстраиваем свои технологии и совершенствуем перевозочный процесс. Отмечу, что высокими темпами возрастает погрузка продукции в так называемом высокодоходном сегменте, и эта продукция с высокой добавленной стоимостью, как говорится, не одним углем и нефтепродуктами живет дорога. В свою очередь мы расширяем портфель предоставляемых нами услуг до уровня 3-4 PL, и это одно из важнейших направлений нашей деятельности. Но я скажу о некоторых итогах. Если мы говорим о прошлом году, то зерновых грузов объем перевозки в контейнерах уже превысил темп 44%. И я скажу, что на сегодняшний день с помощью тех услуг логистических, которые нами осуществлены, мы, прежде всего, в два раза снизили объем перевозки, вернее, срок доставки зерна из территории пяти субъектов Российской Федерации в Новороссийск с 14 до 7 суток, благодаря формированию такой услуги, как зерновой экспресс. Та же самая картина, в общем-то, и в перевозках контейнеров. В январе текущего года мы запустили такой сервис новый, это контрейлерный поезд. Это перевозка на маршруте Москва-Новосибирск-Москва с товарами народного потребления, где вот вы на слайде видите, что на платформу грузится просто-напросто фура, как мы ее называем, и параметры движения – 92 часа с маршрутной скоростью 840 км в сутки. Это достаточно сервис, который хорошо развит в Европе, и сегодня мы, начиная вот эту деятельность, видим ее серьезнейшие перспективы. Также скоростные сервисы на дороге представлены маршрутами, следующими по согласованному расписанию, грузовыми, зерновыми экспрессами и ускоренными контейнерными поездами. В прошлом году, можно сказать, произошло взрывное увеличение количества ускоренных контейнерных поездов. Вот на слайде вы видите, что это отправление поездов достигло или за 4 года практически удвоилось. И выполняя как раз майский указ президента о четырехкратном увеличении транзита, мы сегодня говорим о том, что этот сегмент перевозок тоже очень здорово развивается. и при этом появляются новые контейнерные сервисы и новые маршруты, которые запущены в Китай, Казахстан и Турцию. Выстроена в прошлом году технология по перевозке угля на нужды жилищно-коммунального хозяйства, получила высокую оценку регионов. Мы продолжаем на эту деятельность и скажу, что мы уже выходим на уровень понимания того, что и перевозка нефтепродуктов в адреса нефтебаз, в том числе, это одна из тех тем, которые в конечном итоге, что уголь, что нефтепродукты значительно снижают в цене. Также есть и новые сервисы, такие как электронная торговая площадка, личный кабинет грузовладельца, которые способствуют упрощению доступа нашим партнерам. И уже в текущем году мы предоставили возможность заключать договоры перевозки через мобильные приложения. За прошедший год нам удалось в том числе стабилизировать ситуацию дел в пассажирском комплексе и такое многолетнее падение объема отправления пассажиров в прошлом году остановилось и мы планируем за счет новых сервисов, за счет упрощения доступа, за счет новых маршрутов как раз нарастить этот объем. И в связи с этим в этом году мы уже расширяем сеть пассажирского движения, назначив новые маршруты такие как Томс-Бийск, Томс-Караганда, Новокузнец-Тюмень, Новосибирск-Абакан. Также мы продлили маршрут поезда Новосибирск-Адлер до Барнаула, где теперь есть прямое сообщение, жители Алтайского края до Москвы можно следовать без пересадки. Также есть и такие сервисы, как Шерегеш-Экспресс, который мы запустили в ноябре прошлого года. Хочу сказать, что для Новосибирска в том числе это достаточно такая актуальная тема, потому что 30% всего турпотока в Шерегеш это жители Новосибирской области, ну и 90% это жители города Новосибирска. Кроме того, дорога является одним из крупнейших в регионе налогоплательщиков. В прошлом году налоговые отчисления в субъекты Российской Федерации достигли почти 9 миллиардов рублей, а объем закупок дорогой у предприятий, который базируется на пяти регионах, составил свыше 51 миллиарда рублей. В период до 2025 года в связи с долгосрочной программой или в соответствии с долгосрочной программой развития ОРЖД перспективные объемы ежесуточной погрузки составят свыше 1 миллиона тонн. Поэтому мы понимаем то, что это потребует серьезных вложений в развитие инфраструктуры и скажу, что в этом году объем инвестиционной программы дороги это свыше 24 миллиардов рублей, в прошлом году это было 18 миллиардов, и хотя это даже цифра не окончательная, мы будем ее наращивать из года в год, с тем, чтобы как раз не стать тормозом для развития экономики регионов, которые обслуживают дорогу. В минувшем году на снятие инфраструктурных ограничений было потрачено 8 миллиардов рублей, а в 2019 год в районе 11 миллиардов. Увеличение в полтора раза пропускной способности Транссиба и ВАМа позволит обеспечить надежный вывоз всех потенциалей возможных объемов погрузки. В рамках этой работы также на дороге реализуется проект увеличения пропускной способности. Это участок Хартышта-2 Междуреченск на сумму свыше 280 миллионов рублей, сегодня это проектные работы, а реализация программы с окончанием в 2021 году. Также хотел бы им доложить о том, что вот наше одно из важнейших направлений развития – это инновационное развитие на ближайшую перспективу, которую мы видим, что является одним из главных двигателей и способов вывести компанию РЖД на передовые позиции. В конце апреля на дороге состоялся первый инновационный форум, в котором приняли участие наши партнеры – это и Министерство транспорта Новосибирской области, руководители сибирских филиалов Сбербанка, а также Союза транспортников-экспедиторов и логистов Сибири, наших высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций, в том числе и Технопарк Новосибирского Академгородка, где мы стали шире использовать опыт наработки внешних партнеров в данной области, многие из которых действительно очень привлекательны. И в июне в Новосибирском Академгородке начнет работу региональная дорожная инновационная площадка, которая организована вместе с нашими партнерами. Хотел бы сказать, что Западно-Сибирская дорога нацелена на развитие современных технологий, проводится работа по снятию инфраструктурных ограничений, в том числе и реализуется проект «Цифровая железная дорога» и есть уверенность в том, что работа железнодорожного транспорта будет способствовать более глубокой экономической интеграции регионов Сибири. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Александр Валерьевич. Вы знаете, Сергей Николаевич, если можно, мы немного в конец я попробую перенести все-таки реплики с места, потому что, к сожалению, у нас очень плотный график. Я обязательно буквально два слова потом в конце дам еще возможность высказаться. И вы знаете, здесь бы мне все-таки хотелось, чтобы мы, поскольку в рамках пленарной дискуссии, мы должны затронуть все-таки весь круг проблем, которые у нас есть. Я бы буквально два слова коснулся ситуации с развитием авиационного транспорта, поскольку и аэропорт Палмачёва является совершенно уникальным для Российской Федерации центром. И в любом случае на территории Сибирского округа нам сейчас предстоит большая работа в рамках формирования сети региональных аэропортов в обход Москвы. Вы знаете, что сейчас такая программа действует. Поэтому вот у меня просьба Евгения Якировича, Янкелевича, генерального директора аэропорта Толмачёва, буквально два слова, Евгений Якирович, просьба не о действительности аэропорта. А вот именно как вам кажется, куда мы будем двигаться? Без презентации или с презентацией? Если можно, без презентации. Ну вот я хотел бы начать с того, что я хотел в презентации сказать Сергею Ивановичу, продолжить его мысль, что майские указы президента нужно выполнять обязательно. Аэропорт Толмачёва выполнил майские. Евгений Якирович, вы, конечно, немножко не так процитировали мои слова. Я никогда в жизни не думал и не говорил о том, что чьи-либо указы или решения можно не выполнять. Я говорил о том, что есть задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации, и их не нужно выполнять, они должны быть выполнены. У нас, к сожалению, мы страдаем от чего? От того, что иногда планируем очень многое, но, к сожалению, не делаем. Вот я привёл пример, да, Козыл Кварагина. Проект, я не помню, 14-го, нет, 12-го года, прошедший экспертизу, да, Новосибирск, 4-й мост. Семь лет о нём говорим, слава богу, начнём строить. И так далее, и тому подобное. Уважаемые коллеги, все решения, которые приняты, должны быть исполнены. Или если не исполнены, то за их исполнение кто-то должен понести ответственность. А то сегодня подошли к одному стенду, не буду называть организацию. Задаю вопрос, у нас там поставщики подвели, подвели поставщики и подрядчик, это проблема подрядчика. Поэтому подход должен быть один. Решение приняли? Всё, давайте его будем выполнять в установленные сроки. Иначе мы никогда ничего в жизни не сделаем. Или сделаем так, как не надо. Поэтому я призываю, Евгений Кириллович, в том числе и бизнес, выполнять те поручения, которые даны главой государства. Потому что они направлены на создание нормальных, человеческих, благоприятных условий жизни для всех нас, для людей. Спасибо. Сергей Иванович, да, спасибо большое. Я как раз хотел доложить, что слава Богу, что мы майские указы президента в аэропорту Толмачёва в Новосибирске, Новосибирской области выполнили лет 5-6 назад. Поэтому мы можем теперь только успех продолжать и развивать. Евгений Кириллович, после Ваших слов все будут надеяться на Бога. Это не слава Богу, это спасибо тем людям, которые работают, в том числе и руководителям. Да. И самое важное, что безусловно тот успех, который сейчас есть в аэропорту Толмачёва, который на самом деле связан с многими факторами и с географическим положением аэропорта и то, что Новосибирск находится в центре крупнейшей с Уралом, интеграции плотности населения и то, что аэропорту Толмачёва действительно просто повезло, что есть такой базовый перевозчик авиакомпания «Севен», вот это нам нужно, конечно, все упрочить и сохранить. И еще немаловажный момент заключается в том, что каждый дополнительный пассажир аэропорта Толмачёва – это не просто пассажир, который летает вокруг Новосибирска, это тот пассажир, который прилетает в какой-либо региональный аэропорт на самом деле. Что я хотел бы сказать? Сегодня аэропорт Толмачёва возит достаточно много пассажиров. Мы перевезем 7 миллионов пассажиров в 2019 году. Каждый четвертый пассажир будет трансферным пассажиром. Основная масса этих пассажиров – это наши с вами соотечественники, которые живут на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, которые через Новосибирск, через аэропорт Толмачёва перемещаются в западную часть России, юг России и обратно. Безусловно, те инвестиции, которые делает акционер, те инвестиции, которые делает государство в инфраструктуру аэропорта, полностью соответствуют духу майских указов и духу развития аэропорта Новосибирска. Немаловажная часть развития полётов региональных в обход Москвы заключается в увеличении спроса на такие полёты. Авиация, авиационный перелёт – это достаточно дорогостоящий продукт. Если не субсидировать спрос населения, то это всего лишь будут действительно ограниченные количество рейсов и значительная часть рейсов через Москву. И здесь мы достигли достаточно колоссальных успехов. Государство, понимая, что Новосибирск является крупным региональным хабом, что присутствует крупный перевозчик, что вкладываются деньги в развитие магистральной инфраструктуры, субсидирует достаточно серьёзные деньги в развитии региональных перевозок, по сути, субсидирует пассажира. В 2018 году субсидирование региональных перевозок составило порядка 800 миллионов рублей в аэропорту Толмачёва, плюс те деньги, которые выделяются по программам софинансирования из бюджета Новосибирской области. Колоссальные деньги, которые приводят к тому, что люди просто начинают летать. Без повышения спроса все вложения в инфраструктуру могут оказаться на самом деле бесполезными. Помимо этого, сейчас, буквально неделю назад, в Государственной Думе в первом заключении принято постановление о том, что будет обнулен НДС на внутренние перевозки, минуя Москву. Это ещё одно финансирование, одно субсидирование в копилку повышения спроса полётов для нашего населения. Мы надеемся, что это будет потом принято правительством и действительно это достаточно серьёзный залог успешных инвестиций в структуру аэропортов, аэродромов и со стороны бизнеса, и со стороны государства. Это хорошие новости. Теперь немного о плохих новостях. Плохие новости заключаются в том, что, к сожалению, вот с таким бурным развитием трансферного потока с одной стороны и со снижением транспортной доступности аэропорта Толмачёва, с другой стороны, мы можем стать аэропортом чисто трансферных пассажиров. Мы будем возить через себя людей из Дальнего Востока в Москву, из Сочи на Дальний Восток. Мы будем возить с Урала в Восточную Сибирь и обратно. Но мы не сможем возить нормально и новосибирцев, и не можем возить своих жителей соседних областей краёв Алтайского края, Омской области, Томской, Кемеровской. Почему? Потому что с каждым годом транспортная доступность в Новосибирске и аэропорта Толмачёва ухудшается. На самом деле очень серьёзная совместная задача и автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, обеспечивать повышенную транспортную доступность таких точек роста, которым является Толмачёва. Честно говоря, я бы в стратегию Новосибирской области, наверное, включил бы очень простые индикативы, которые отвечают и духу на самом деле развития стратегического развития Новосибирской области. Сколько времени человек затратит в 2025 году из Кемерово, чтобы приехать в Новосибирск, сколько времени он в 2030 году затратит, и хотелось бы, чтобы эта цифра была в 2025 году 2 часа, а в 2030, допустим, это было бы 1 час 40. Вот это действительно потенциал развития Новосибирска, важная часть стратегии Новосибирска, которая позволит действительно оставить статусу Новосибирска центра не только транспортной логистики, но и центра всех коммуникаций, будь то культурные коммуникации, финансовые, деловые, всех-всех-всех в Западной Сибири. И, безусловно, это позволит продолжить развитие аэропорта Толмачёва в части пассажиропотока. Сегодня, к сожалению, быстрее долететь до Москвы, чем из Барнаула доехать до Новосибирска. И то, что здесь говорили, совместная работа железной дорогой, она очень важна. И в том числе одно из предложений, это, Анатолий Евгеньевич, наверное, вам предложение. Мы обсуждали это и в Минфине, когда докладывали развитие аэропорта Толмачёва. Кстати, министром финансов очень поддерживается развитие аэропорта Толмачёва. Это в том числе и возможность финансирования со стороны Федерации наземного метро с площади Маркса через юго-запад экспоцентра в аэропорт Толмачёва. Кажется фантастикой, но это на самом деле только кажется. Спасибо большое. Вы знаете, вы сразу перекинули столько мостиков, что я даже не знаю, за какой зацепиться. Потому что есть вопрос развития городского и пригородного транспорта новосибирской агломерации. Но я надеюсь, сегодня не в рамках этого мероприятия мы обязательно поговорим и о городской железной дороге, и о развитии внутригородского транспорта. Буквально возвращаясь ещё к авиации, вы затронули такую важную тему, что будет происходить с аэропортом Новосибирска. А вот у меня, Владимир Николаевич, если можно, буквально ответ на один вопрос. Авиакомпания «Сибирь» себя как-то видит в развитии региональных, именно внутрирегиональных перевозок, а не только как одна из крупнейших компаний Российской Федерации? Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что ответ на этот вопрос мы дали ещё три года назад, когда начали в Толмачёво осуществлять программу перевозок на самолётах «Эмбраер-170». Сегодня это уже очень заметная, серьёзная маршрутная сеть региональных полётов, и мы продолжаем её развивать, расширять. Я думаю, что уже в этом году процентов на 20 только география наших полётов внутри Сибирского федерального округа и между Сибирским федеральным округом и Дальневосточным федеральным округом будет увеличена. Поэтому мы эту программу продолжаем, мы её стараемся сделать более эффективной и очень рассчитываем всё-таки на поддержку и субъектов Федерации Новосибирской области в частности и на саму Федерацию, потому что, к сожалению, возможности авиаперевозчиков России, они на сегодня уже исчерпаны. Мы бурно развивались последние 10 лет, с 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза, с 46 миллионов до 116, при этом удавалось сохранять вполне доступный тариф на перевозку. Но 2018 год рекорд, 116 миллионов пассажиров и антирекорд минус 50 миллиардов убытков у авиационной отрасли. Если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными и актуализированы, то, к сожалению, удержать вот этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно. – Спасибо большое, Владимир Николаевич. – Владимир Вольфович, вот два слова, если позволите реплику. – Так, прошу прощения, я не вижу, откуда… – Это от меня, это от меня. – Да, да, да. – Два слова. – Здесь зажглось название авиакомпании «Сибирь». Вот все присутствующие, которые летали самолетами или вообще как-то вовлечены в авиационную отрасль, любым способом, знают, что совсем недавно погибла главная акционер этой компании, совершенно замечательная женщина, героический совершенно человек в транспортном мире Наталья Филёва. Вот я бы попросил, значит, как-то принято теперь в театральном мире и многое ещё где принято. Давайте поаплодируем в честь этой замечательной женщины. – Да, спасибо. Это, конечно, очень неприятная вещь, но, которая случилась, несчастье, которое случилось не так давно. Но мы продолжим работать, в том числе и в память о коллегах. Значит, возвращаясь к теме нашей дискуссии, дальше мы переходим к такому очень практическому, очень важному вопросу. Дело в том, что постоянно возникает вопрос, совершенен ли магистральный план, совершен ли национальный проект БКД, какие могут вноситься изменения в эти проекты и возможно ли получение федерального софинансирования. Потому что в силу вообще бюджетного кодекса Российской Федерации, сложившейся нашей практики, мы понимаем, что для любого региона крайне важен вопрос, а можем ли мы получить какие-то дополнительные федеральные деньги на реализацию тех или иных проектов. И, собственно говоря, одной из центральных фигур здесь является аналитический центр при правительстве. Мы им тоже помогали немножко разрабатывать методические рекомендации, которые позволяют ранжировать проекты, которые позволяют нам иметь определенную гибкость в принятии решений. И у меня большая просьба Татьяну Викторовну немножко рассказать о том, как подходит аналитический центр к рассмотрению тех проектов, которые поступают из субъектов прежде всего Российской Федерации. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Владимир Вульфович. Вы нам не прямо уж так совсем немножко, вы нам хорошо помогали с разработкой метод рекомендации по ранжированию проектов. А как это случилось и из-за чего это случилось? В прошлом году летом формировался комплексный план, сформировались проекты, их было порядка 800 штук, общей стоимостью 14 триллионов рублей, из которых 9 триллионов был федеральный бюджет. Понятно, что таких средств, к сожалению, нет. И было принято решение сформировать какую-то методику, какой-то отбор, приоритизацию этих проектов, чтобы выбрать наиболее эффективные, которые покажут достаточно весомый эффект 24-му году. Это было поручено нам совместно с Минтрансом России и Центром экономики и инфраструктуры. В чем заключалось это ранжирование? Проходило два этапа. Первый этап – отбор проектов достаточно быстро, экспертно, на соответствие целям указа майского на предмет влияния на социально-экономические эффекты и на предмет готовности проектов, то есть чтобы было сразу понятно, какие проекты мы готовы уже запустить сейчас, которые могут быстрые эффекты получить, а какие проекты, проекты-идеи, с которыми нужно еще будет поработать. Второй этап ранжирования позволял уже приоритизировать эти выбранные на первом этапе проекты уже непосредственно исходя из уровня эффектов. Какие индикаторы использовались? Было выбрано семь индикаторов. Понятно, что для всех видов транспорта единые сформировать было очень сложно, и мы ушли от этого. Мы формировали… Некоторые индикаторы были сформулированы для всех видов транспорта, а некоторые индикаторы непосредственно для каждого. Ну, например, вот инвестиционный спрос, понятно, что для всех видов инфраструктуры, а, например, прямой эффект на транспортный комплекс, это эффект, который характеризует непосредственно сокращение времени в пути и скорость. то есть если мы дорогу отреконструируем, то понятно, что, скорее всего, скорость будет сокращена. Если мы реконструируем полосу аэродромную, то вряд ли такой эффект будет, самолеты быстрее летать не будут. И для этого, для аэродромной инфраструктуры был придуман отдельный эффект по увеличению маршрутной непосредственно сети. Методика ранжирования размещена у нас на сайте аналитического центра. Там конкретно приведены формулы. Мы отталкивались и от прямых эффектов от деятельности операторов, то есть это прямое увеличение пассажиропотоков и грузопотоков, расшивка узких мест, то есть если есть готовое производство или какие-то ресурсы, вывести эти ресурсы, но недостаточно развитая инфраструктура, то непосредственно вот этот вот индикатор и используется. Агломерационный эффект, о котором говорил Владимир Вольфович в самом начале нашей дискуссии, для того, чтобы могли населенные пункты добраться до центров агломераций. Эффект от роста транспортной доступности до глобальных рынков, то есть характеризующий возможность вывести экспортную продукцию достаточно за короткий промежуток времени до глобальных рынков. Ну и авиационный эффект я уже отражала. Далее формировалась вот такой роды график, который позволял соотнести планируемые эффекты к затратам. То есть видно было самые дорогие проекты, самые дешевые, какие эффекты получались. Ну собственно вот такие предложения были внесены и эти предложения уже рассматривались в правительстве. Казалось бы, комплексный план сформирован, все отранжировано, будем приступать. Но проекты еще есть хорошие, они к нам поступают на рассмотрение. К слову, вот с октября месяца до сегодняшнего дня порядка 300 проектов приходило на ранжирование. Это другие проекты, не те, которые включены в комплексный план. Было принято решение правительством, что будет сформирован некий такой пул, скажем так, лист ожидания. То есть если мы в ходе реализации комплексного плана понимаем, что с какими-то уже включенными проектами что-то происходит не так, а такое бывает, ну это жизнь, может быть такое, что будет разработана проектная документация, какие-то проблемы возникнут, и будет понимание, что проект последует удорожание проекта или еще какие-то возникнут проблемы, то можно будет эти проекты заменить на новые с хорошими эффектами, которые значительный вклад к 2024 году нам покажут. Ну и также не стоит забывать о дополнительном финансировании, на которое мы также очень надеемся. Также хотелось бы отметить на качество подготовки материалов. То есть да, нами была разработана карточка мероприятий, которую также у нас, метод рекомендации утверждены прав комиссии по транспорту, там есть определенные формы для заполнения, которые субъекты и представители бизнеса заполняют. Но также мы просим, конечно же, предоставлять себе обосновывающие материалы, то есть за счет чего будет увеличен пассажиропоток, грузопоток и так далее. Далее после проведения ранжирования мы направляем свои предложения Минтранс, Минтранс уже делает оценку и выходим на проектный комитет при правительственной комиссии по транспорту по реализации комплексного плана и рассматриваем уже эти проекты там. Ну вот непосредственно запрос уже на следующий бюджетный цикл от правительства к нам поступил. Мы буквально вот на прошлой неделе в Минтранс все свои предложения со всеми комментариями по всем проектам буквально отправили. И надеемся, что на очередном заседании летом уже будут предложения рассмотрены. Поэтому, пожалуйста, мы открыты для диалога, мы открыты проработать проекты для того, чтобы наш комплексный план, совместный, действительно комплексный, к 2024 году позволил достичь те цели, которые поставлены президентом. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Вы знаете, я на правах модератора все-таки воспользуюсь своим служебным положением. Вот когда мы говорим о том, какие проекты, допустим, напрямую не отражены в магистральном плане и прочее, и которые с нашей точки зрения бы имело смысл рассматривать, это, если мы говорим о Новосибирской области, прежде всего, я неоднократно об этом говорил, я бы очень серьезный момент уделил вопросу развития городского транспорта. Потому что, конечно, для такого города, как Новосибирск, развитие внутригородского транспорта, это и железнодорожный внутригородской транспорт, это и возможность развития легкого рельсового транспорта. Вот такие вот вещи, безусловно, надо смотреть. И я думаю, что в том числе и в федеральном бюджете можно будет найти определенные источники к софинансированию таких проектов. Вот это то, на что бы я обратил внимание. Итак, мы движемся дальше. Дальше я хочу передать слово Михаилу Яковлевичу. Михаил Яковлевич вообще гуру, наш гуру, без которого мы вообще не представляем, как может формироваться федеральная повестка транспорта в Российской Федерации. Михаил Яковлевич, прошу. Да, спасибо. Но вот у нас стоит совсем мало времени. Я вот сначала подхвачу фразу, которую сказал Владимир Вольфович по поводу городских транспортных систем. Вот, к сожалению, и вот сейчас в рамках наших проектов, в рамках комплексного плана, ну, как бы сказать, это немножко на втором плане, потому что, ну, скажем, там есть 20 миллиардов в программе безопасные качественные автомобильные дороги на приобретение автобусов. Ну, в масштабах страны, в масштабах крупнейших городов России, это, конечно, более чем скромная цифра. Поэтому, так сказать, там, в принципе, есть очень простая вещь, которую надо всегда иметь в виду. Планировка городов Российской Федерации, всех без исключения, которая была обусловлена хорошо известным советским СНИПом, она предполагает, что народ будет ездить на общественном транспорте. Сколько бы мы ни купили с вами автомобили, у нас доля величинодорожной сети в составе застроенной территории города, во всех без исключения городах России, находится в пределах от 8 до 9, ну, максимум 10%. Другого у нас просто не бывает. Поэтому, когда вот наши сограждане последние 25 лет усиленно покупали автомобили, была надежда, что вот, ну, вот, какие-то, господи, советские эти автобусы, или А677-е, или Ускотовские трамваи, да бог с ними, они сами поедут. Нет, господа, не поедут. И это не связано с тем, сколько они купят автомобилей. Вот в Новосибирске здесь там 300 автомобилей на тысячу жителей, в Москве 400, в Владивостоке 600. От этого ничего не меняется. Вопрос не в автомобиле, вопрос в том, где поместится. Поэтому принципиальная вещь для страны – это развитие современных рельсовых систем. Вот интегрированные рельсовые системы, которые включают железную дорогу в пригородно-городском сообщении, метрополитены, для самых больших городов, современные трамвайные линии в формате ЛРТ. Это очень магистральный мировой путь, и для нас он супер выгоден еще по одной причине. Там жуткая синергия получается. Мы умеем делать в стране, наше мастроение умеет делать вполне пристойные трамвайные вагоны. Вагоны для, так сказать, пригородных железных дорог. Вагоностроение у нас очень приличное, даже по хорошим европейским меркам. Вот синергия, связанная с развитием национального вагоностроения, это имеется в виду лишь издорожного, лишь трамвайного, целый спектр моделей и марок всего на свете. И плюс к этому, что будет делаться в городах, это чрезвычайно важная вещь. Я там говорю на всех уровнях, и рано или поздно, так сказать, понимание к этому придет. Второй вопрос. Второй вопрос. По нашим национальным целям, это касается самых разных целей, от аварийности до объемов контейнерного транзита, значит, восток-запад, да, помимо чисто инфраструктурных вещей, существуют институциональные. Я просто приведу для кратности совсем простой пример. Вот мы ставим вопрос, mortality rate, социальные риски, да, не более 4 единиц к 2024 году. Во всех странах, которые этот рубеж достигает, 7 стран в мире, 6 европейских и Япония, да, вот, приняты институциональные рамки, абсолютно отличающиеся от этого. Я приведу самый замечательный пример, там, мировой лидер Норвегия, да. Вот премьер-министр Норвегии, леонидарная тетка, она 15 лет была премьер-министром, Гру Харлем Бротланд, она обратилась в наш парламент, чтобы ей разрешили ездить по обособленным автобусным полосам, когда ее парламентарии вызывают на ковер. Ей норвежский парламент ответил, мадам, такси берите, такси можно ездить по автобусным полосам, а вашему автомобилю нельзя. Король Швеции, это было лет 5 назад, он просто заплатил штраф, потому что он приехал с дочерью ужинать в центр города, припарковался там, где не положено, да. Вот, на самом деле, вот недооценка этих институциональных вещей, ну, ни одной стране в мире не удалось достичь высоких этих показателей морталитерии, наоборот, ну, низких, конечно, да, вот, без вот этих институциональных вещей, что бы ни делали дорожники, что бы ни делали айтишники и так далее, да. Те же институциональные проблемы возникают у нас, когда мы говорим о резком увеличении контейнеров транзита. Да, будут вложены деньги, будут вложены в мозги, в проектирование, в логистику, во всём на свете. Если мы не создадим институциональных рамок для того, чтобы через нас эти контейнеры повезли, и, простите, эти вложения будут, нет, конечно, всё равно будет хорошо, так сказать, мы в лучшем, так сказать, железнодорожную сеть, самые узлы в лучшем. Я, как старый транспортник, всегда радуюсь, но вопрос в спросе, спрос формирует институциональные рамки. Это у нас все на свете, это тамошняя, это сохранность грузов, это самая простая вещь, арбитражный спор по поводу пропавшего контейнера. Коротко, просто так далее, как во всём мире это делается. Ну, как у нас судится, я думаю, не надо рассказывать. Значит, вот эти вещи, вот институциональные, абсолютно нельзя выпускать. Я не буду дальше занимать времени, по очень простой причине, вот у меня будет секция, там, в качестве модератора смогу капитально поговорить. Всем спасибо. Да, огромное спасибо, Михаил Яковлевич. Вы очень чётко показали нам, куда двигаться. Я бы ещё на секунду буквально вернулся к железнодорожному транспорту, вернулся бы буквально к двум вопросам. У нас нет времени, к сожалению, для дискуссии и выступлений. Буквально просьба ответить на пару вопросов. Сергей Николаевич, просьба, скажите, пожалуйста, вот где у нас всё-таки те узкие места, прежде всего, на Западно-Сибирской железной дороге, которые мы до 2024 года сумеем убрать для того, чтобы совместить, с одной стороны, увеличение транзита, с другой стороны, обеспечить вывоз грузов? Я, конечно, подготовил презентацию, и на эти вопросы я, конечно, готов ответить, и, видимо, отвечу более подробно на нашем круглом столе, если позволите. А сейчас я хочу сказать буквально, как вы и просили, одну-две минуты. Вот сегодня нам, мы здесь уже услышали о том, что спрос, спрос рождает наши действия. Вот этот спрос, который зафиксирован в майском указе, а частично Александр Валерьевич, начальник Западно-Сибирской дороги, он сказал в отношении и планов Западно-Сибирской дороги. Так вот, этот спрос, это вообще-то рождает, ну, такое, я бы сказал, эволюционное развитие, но с очень высокими темпами. В полтора раза увеличить объёмы перевозок грузовых, это очень серьёзно. И под эти полтора раза, а это по отношению к 91, вернее, к 2017 году, это 91, больше 91 миллиона тонн, это до 184 миллионов тонн, надо создать провозные, пропускные способности для того, чтобы обеспечить эти объёмы. И на сегодняшний день и узкие места зафиксированы, и по регионам, и по дорогам, всё это определено в генеральной системе развития российских железных дорог, в долгосрочной программе развития, всё это у нас есть, и мы на круглом столе покажем. А сейчас я хочу, учитывая, что я всё-таки занимаюсь экономикой, представляю Институт экономики и развития транспорта, я хочу сказать, вложенный 1 рубль в российские железные дороги даёт 4 рубля эффекта для Российской Федерации. И те программы по Восточному полигону, которые мы сегодня будем обсуждать и говорить о них, первый этап 520 миллиардов, второй этап 493 миллиарда, он даёт за 30 лет эффекты, то есть прибыль в бюджет 1,8 триллиона рублей. Вот эти цифры рассчитаны. Прошу прощения, вот у меня действительно просьба вынести всё-таки, у нас очень много дискуссионных вопросов, вынести это в рамке вот той площадки, на которой вы будете работать, буквально, какие основные проекты, которые будут реализовываться на Западно-Сибирской железной дороге в ближайшие оставшиеся 5 лет, собственно говоря, до 2024 года? Это самый интересный такой вопрос. Ну, я вам вот скажу, я почему ухожу от этого ответа, я объясню. Потому что так называемых узких мест на железных дорогах Сибирского федерального округа, их около трёх тысяч. Около трёх тысяч. Что такое, как мы, ну узкие места, это такое, знаете, кухонное название, вообще это дефицит провозной способности, если правильно говорить. Это и вопросы энергетики, это и вопросы развития железнодорожных линий, там, вторые пути и так далее. Это и проблемы, связанные со станциями. Поэтому на самом деле, для того, чтобы обеспечить, это сотни проектов. Поэтому я вот так однозначно ответить не могу. Это надо очень длинный список перечислять. И этот список, он вкладывается в инвестиционную программу Российской Федерации, Российских железных дорог. Спасибо, Сергей Николаевич. И вот буквально про один проект хотел бы задать вопросы. У нас здесь присутствует представитель трансконтейнера, Виктор Иванович Жуков. Вот они развивают станцию Клещиха. Насколько Клещиха, вообще, у меня такой не совсем железнодорожный вопрос. Как Вы рассматриваете вопрос снабжения города Новосибирска с использованием станции Клещиха? Как это будет влиять на движение улично-дорожной сети внутри Новосибирска, если мы развиваем грузовой хаб на Клещихе? Спасибо. С одной стороны, решение транспортных проблем внутри города к нам относится посредственно. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что эта связь между железной дорогой и последней милей, как мы называем, или последним километром, доставки контейнера до грузополучателя или, наоборот, до грузоотправителя, для нас является очень важным фактором. Мы станцию Клещиха развиваем уже на протяжении, наверное, последних 10 лет. В прошлом году буквально мы запустили четвертую площадку контейнерную на нашем терминале и видим, что и сегодня уже те темпы роста контейнерных перевозок, которые мы наблюдаем в стране, они уже, можно сказать, создают угрозу того, что, возможно, Клещиха в ближайшее время не сможет справляться с растущими объемами. Поэтому у нас перспектива – это строительство пятой площадки. И, как вы правильно сказали, в пиковые месяцы, в пиковые периоды, это июнь, июль, август, мы видим большие пробки на подъезде Клещихи. Поэтому в своей работе, в своих проектах мы совместно с администрацией Новосибирской области рассматриваем вопрос второго выезда со станции Клещиха на улицу Титова, ну и далее с возможной путепроводной развязкой на улицу Станционно. Да, спасибо большое. Ну и буквально, вы знаете, я прошу прощения, я не дам слова. У нас будет большая длинная дискуссия еще в ближайшие дни. Поэтому я бы хотел подвести итог. Мы и так немножко выбились из графика. Хотел бы подвести итог. Самое главное – это то, что Западная Сибирь является одним из основных в России транспортных хабов, причем мультимодальных. У нас выпал из сегодняшнего разговора здесь пленарного полностью речной транспорт, а он тоже будет развиваться. А если у нас, не дай бог, действительно мы повезем 80 миллионов тонн по Северному морскому пути, это впрямую в том числе затронет и судовое движение по АБИ, то есть у нас есть огромный пласт еще вопросов, которые мы не охватили. И, собственно говоря, именно поэтому организаторы и хозяева этой конференции сделали такую обширную программу. Поэтому сейчас бы хотелось завершить эту программу, сказать самое главное то, что прозвучало у Андрея Александровича, что не надо бояться объединения и объединения межсубъектового. Вот в Восточной Сибири у нас мы разрабатывали совместно с администрацией такой проект, как Енисейская Сибирь, это межсубъектовый проект. И если мы говорим о Западной Сибири, для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы формироваться именно как один из основных центров роста Российской Федерации, здесь тоже очень важно не только вести строительство, а то, о чем говорил Михаил Яковлевич. Очень важны вопросы институциональные, вопросы законотворческие, вопросы коммуникационные, связанные с тем, чтобы формировать тот узел, который можно создать на базе одних из наиболее развитых российских регионов, сосредоточенных в Западной Сибири. Спасибо большое всем и желаю вам удачи в той работе, которую мы продолжим в секции. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»